Шокшинский могильник – археологический памятник второй половины пятого начала XI века. Расположен он возле села Куликово. Это наиболее крупное захоронение древних рязанско-окских племен. Всего найдено 1143 погребения. В мужских могилах обнаружены орудия труда, доспехи, оружие. В женских – украшения из серебра и бронзы. Раскопки могильника позволили больше узнать о традициях и обычаях древних людей. Они раскрываются в двух томах научных трудов. Работа над двухтопником Шокшинский могильник велась нашим институтом практически 10 лет. В этом издании опубликованы отчеты археологических экспедиций с начала 60-х годов и по 95-й год, в то время, когда проводились все эти исследования. Если вы пролистаете эту книгу, вы увидите, что все рисунки сделаны вручную, и два тома включают тысячу страниц, практически тысячу страниц. Издание двухтомника – совместный проект Института археологии Российской академии наук и Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Мордовии. Это ценный источник для реконструкции истории населения Окско-Сурско-Цнинского междуречия раннего Средневековья. На презентации книги гости узнали о взаимовлиянии культур соседних племен и торговых связях Мордвы с другими народами. В погребениях, которые были исследованы в те годы, есть весь набор украшений, который характерен для разных культур Поволжья. Для Мордвы, для Амурома, для Рязанокских могильников. И поэтому мы можем проследить, как развивалась культура на основе развития этих украшений, вещевого комплекса, как развивалась культура на протяжении множества лет. И что стало основой в том числе и древнемордовской культуры, и других культур финно-клорских народов Поволжья. Издание «Двухтомника» представляет научный и культурологический интерес. Он будет полезен как для ученых и студентов, так и для любителей средневековой истории Восточной Европы. Ирина Радайкина, Народные новости.